Как найти свое предназначение? Мне кажется, что прежде всего нужно отказаться от того, что ты ищешь. Перестать делать это смыслом жизни. Потому что когда мы придаем чему-то чрезмерную важность, мы очень сильно хотим. Это как сильно хотеть влюбиться или выйти замуж. И ты бросаешься на каждого с этими словами, и все от тебя почему-то убегают. Важно понять, что предназначение — это не какая-то магическая история. Тебе это предназначили. Это значит, что у тебя есть какой-то свой набор талантов. И ты их всегда очень легко чувствуешь. Потому что у тебя это или получается, или нет. Ты хочешь это делать, или нет. И здесь как раз все просто. Потому что именно эта интуиция, это именно внутреннее чувство, оно и подсказывает, ты двигаешься в том направлении или нет. Я не особо верю в том, что есть какое-то конкретное дело, с которым мы пришли в мир. И я абсолютно убеждена, что наши таланты и сильные стороны применимы в разных делах. Потому что даже за тот век, в который мы живем, мир так сильно меняется, что профессии появляются настолько новые, мы бы их не могли даже представить или придумать. Еще 30 лет назад в профессию айтишника было сложно предположить, что они будут практически править миром. Поэтому я думаю, что нужно расслабиться, не искать это предназначение, а просто заниматься тем, что тебе сегодня нравится. И быть честным в момент своего сегодняшнего дня. И если тебе точно что-то не нравится делать, не надо вешать противовес, ну, а как мне заработать? Потому что это уже как раз и есть позиция слабости, жертвы и точно не имеет ничего общего с предназначением. Я сам себя назначаю кем-то. Я чувствую, как я это делаю. Я разбираюсь в этом. В рерайтере жизни мы уделяем этому внимание. Немногие люди становятся сильно счастливее, когда понимают, что наконец-то можно отказаться от поиска этого призрачного, а наслаждаться сегодня. Точно так же, как отказаться от поиска идеального партнера, а просто полюбить того, с кем ты сегодня, с кем тебе сегодня хорошо. А если завтра будет хорошо по-другому, значит, это будет другое. И так жить сильно легче, потому что запланировать всю свою жизнь на 100 лет вперед, это сильно опасно. А вот задаваться вопросами, что сегодня, как я сегодня чувствую, это, как по мне, очень классно. Поэтому делайте то, что сегодня вам откликается. То, в чем сегодня, и ради чего сегодня хочется просыпаться. И если вы этого не нашли, то только потому, что вы этого не искали. Мне поэтому... soprattutto. Продолжение следует...